Ни для кого не секрет, что выход процессоров семейства Ryzen 5000 на новой архитектуре Zen 3 стал долгожданным возвращением AMD в высшую лигу игровой производительности. С момента последнего доминирования подобного рода прошло почти 15 лет, и красные вновь готовы сражаться за сердца самых требовательных геймеров со всего мира. Что же предложила AMD в новой линейке? Разберем подробнее. Еще на презентации AMD делала большую ставку на геймеров и игровую производительность, и теперь понятно, что не зря. Несмотря на то, что число ядер и потоков не изменилось в поколении Zen 2, увеличение производительности на ядро и рост средней частоты ядер процессора на 200-300 МГц, а иногда и выше, серьезно изменили расстановку сил в сегменте высокопроизводительных CPU. Подорожание процессоров на 50 долларов уже не выглядит так драматично, если учитывать, как далеко прыгнула доработанная архитектура в сравнении с Zen 2. Верхний эшелон не сильно изменился в многоядерной производительности. Ryzen 5950X с 16 ядрами и 32 потоками лишь немного опережает прошлогоднего флагмана 3950X, но при этом обладает серьезным преимуществом производительности на ядро и обновленных алгоритмах буста. AMD избавилась от необходимости настраивать планы питания для достижения оптимальной производительности новых процессоров, ограничивших стандартами Windows. Теперь увидеть заветные 5 ГГц в одноядерных тестах можно практически везде, а средняя частота всех ядер достигает значений в 4 ГГц или выше. И это еще не учитывая разгон, который по традиции доступен всем покупателям любых процессоров Ryzen нового поколения. В отличии от Zen 2 разгон процессора нового поколения имеет смысл, но не в играх, а в профессиональных задачах. Родные алгоритмы буста настроены таким образом, чтобы использовать все резервы повышения частоты наиболее эффективно при загрузке нескольких ядер, но при разгоне руками средние частоты всех ядер, особенно когда их много, например 12 или 16, будут выше и тем самым обеспечат бонусы производительности в приложениях типа Adobe Photoshop, After Effects, Blender или V-Ray. Причем эти бонусы нельзя назвать незначительными. Порой они составляют до 20% от общей производительности процессора. Игры же все еще куда больше ценят высокие частоты на меньшем числе ядер, поэтому AMD позаботилась о том, чтобы гарантировать максимальную производительность в играх из коробки, не требуя от будущего владельца никаких усилий. Даже без работы PBO процессоры часто показывают частоты выше заявленных производителем и приятно радуют бонусными FPS. Тот же 5950X не страдает недугом Threadripper, обеспечивая максимальные результаты практически в любой игре, однако это никак не обесценивает младшие модели. Наиболее народный Ryzen 5 5600X, например, отстает от дорогостоящего флагмана всего на пару процентов, демонстрируя феноменальную производительность. В чем секрет? Все в той же сильно возросшей производительности на ядро и ряде доработок архитектуры, о которых мы уже рассказывали в ролике, посвященном анонсу линейки Ryzen 5000. Игровая производительность новинок сильно гуляет, но теперь уже нельзя сказать, что Intel является однозначным выбором для геймеров, а AMD в первую очередь для работы. Преимущества, доведенные до предела архитектуры Skylake с удачной кольцевой шиной, больше не обеспечивают лидерство. В младшем сегменте AMD с уверенностью расправляется с 10600K, предлагая кулер в комплекте, очень низкое энергопотребление и эффективную архитектуру. В старшем классе упрочняет лидерство в приложениях и без труда навязывает борьбу 10900K, причем последнему не слишком помогает даже максимально возможный разгон. Взяв для примера беспощадный к процессору Microsoft Flight Simulator 2020, можно увидеть, что в таких тяжелых сценариях преимущество Zen 3 отделяет комфортный гейминг от фестиваля статоров конкурента. И это с видеокартами уровня 3080 и 3090. Больше никаких компромиссов и оправданий. Лидерство AMD не исчезло и в плане энергоэффективности. Переработка архитектуры и развитие 7-нанометрового техпроцесса позволили остаться все в тех же рамках теплопакета предыдущего поколения, а иногда оказаться даже эффективнее самых смелых ожиданий. Тот же 5600X при максимальной нагрузке потребляет даже меньше народного чемпиона в лице 3600, а разница между 5900X и 10900K и вовсе может превышать 100 ватт потребления в нагрузке при одном и том же уровне производительности. Помогут ли древней архитектуре Intel какие-то чудеса с выходом Rocket Lake? Пока не знаем, но сейчас в руках AMD оказалась линейка процессоров, которые можно назвать самыми лучшими во всем. И точка. Уже 18 ноября начнутся продажи новой линейки видеокарт AMD RX 6000, которые в связке с новыми процессорами обещают покорить новые рубежи высокопроизводительной графики. Речь идет о Smart Memory Access, хитрой технологии обмена данными, обеспечивающей бонусную производительность без влияния на энергопотребление и другие параметры. Конечно, при условии, что у вас будет материнская плата на базе чипсета X570, новый процессор Zen 3 и видеокарта из архитектурной линейки RDNA 2. Останется включить новую функцию в биосе и вуаля. Лучшая игровая производительность у вас в руках. Что в итоге? У AMD все получилось. Процессоры не вызывают никаких вопросов. Новые биосы с поддержкой Ryzen 5000 уже вышли у всех производителей плат на старших чипсетах 500 серии, а младшие подтянутся совсем скоро. Та же Gigabyte уже заявила о поддержке Zen 3 на платах своей 400 линейки. В будущем году модельный ряд процессоров пополнится бюджетными решениями, но на наш взгляд уже сейчас можно смело брать 5600X. Он великолепен в играх, предельно экономичен и судя по рекомендованным ценам обойдется вам дешевле 30 000 рублей в коробочном варианте. Ну а для максимальной экономии остается старый добрый Ryzen 5 3600, самый популярный процессор в мире. Как вам релиз? Присматриваете один из новых Ryzen для сборки ПК или ждете свежий биос для своей материнки на B450? Пишите в комментариях, нам всегда интересно узнать ваше мнение. Лайк, подписка, колокольчик, все как всегда. А если у вас есть желание поддержать наш проект, все ссылки будут в описании к видео. Спасибо за просмотр, с вами был House of NHTI, до скорого.